Что нужно учесть при измерении артериального давления? Сегодня десятиклассницы 68-й школы не просто слушатели. У них появилась возможность попробовать себя в роли медсестер и врачей. В детской клинической больнице номер 7 в этом году стартовал проект по профориентации для старшеклассников. Медицинское учреждение показывает молодежи, как работает приемное отделение, как устроена противошоковая палата и как проходит забор крови. В таком же хорошем настроении школьницам показали новый рентген-кабинет. Его стоимость более 25 миллионов рублей. Рентгеновский комплекс позволяет проводить обследование всего организма, включая лор-органы и органы брюшной полости, до 50 обследований в день. Специалисты верят, что и такие кабинеты замотивируют молодежь идти в медицину. Хотя бы из десяти человек 5-6, если выберут и войдут в нашу профессию, это был бы замечательный результат. Но 2-3 человека из 10 – это тоже замечательный результат. И я думаю, что из них получатся замечательные профессионалы своего дела в будущем. Самой эмоциональной точкой для девчонок стала палата интенсивной терапии. Будущие медики увидели младенцев, которые не могут самостоятельно дышать и питаться, лишь с помощью аппаратов. У каждого серьезное, неизлечимое заболевание, и специалисты делают все возможное, чтобы облегчить жизнь малышей. Как-то жалко их становится. И после этого как-то мировоззрение меняется, наверное. Потому что мы зашли все такими улыбками, лицами прям счастливыми, а вышли все с круглыми глазами и думали, как такое вообще может быть. К слову, экскурсия дала свои плоды. По ее завершению школьницы активно задавали вопросы главному врачу медучреждения. Вот эти экскурсии, мне кажется, что это очень важно, потому что вот те дети, которые не знают, куда они пойдут после учебы, мне кажется, вот такие экскурсии им очень сильно пригодятся. Это вот не первая экскурсия, ну и не именно по больницам вообще. И это помогает определиться с выбором будущей профессии. Я считаю, что на такие экскурсии стоит ходить. В планах специалистов детской больницы номер 7 сделать такие экскурсии регулярными, проводить минимум раз в месяц. Даже если пара человек в будущем захочет связать свою жизнь с медициной и пойти работать в поликлинике и больнице края, то поставленная медиками цель будет достигнута. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.